Сегодня будет очень горячий час, потому что это вечерний пир на телерадиоканале Страна.ФМ. Здесь я, меня зовут Маша Новая, и наша студия уже готова к приему очень важных, самое главное, красивых, талантливых и обаятельных гостей. Итак, прошу любить и жаловать. Сегодня в нашей студии зажигательный кабарет-дуэт «Не парни» Оксана Невежина и Дарья Руднева. Девчонки! Красотки! Лучезарные! Как я рада вас видеть! Взаимнейший! Привет, Машуль! Все заискрилось, студия засияла, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. И выгодорим. Сегодня, да, себя у меня в гостях как дома, потому что, ну, страна, наш дом, да, все родное, все как полагается. С удовольствием. Ну, чего ж вы такие красивые-то сегодня? Выспались, наверное, не было концертов, не репетиций, да, или было все-таки что-то сегодня? Все было, все было, рассказывайте тогда по порядку. На самом деле, периодически вообще некогда даже поспать. О-о-о! Но перед сегодняшним эфиром мы выспались. Да. И это важно. Хорошо, тогда что занимает все ваше свободное время? Это ли съемки в программе «Петросян-шоу»? Или, может быть, «50 оттенков смешного»? Какое? У вас очень много юмористических проектов. Давайте обо всем по порядку рассказывать. Ну, смотрите, «Петросян-шоу» — это наш основной проект. Мы в труппе театра, скажем так, Евгения Вагановича Петросяна. И в январе начнутся новые выпуски на канале «Россия-1». Не пропустите. Круто, круто, поздравляю. Которые вы сейчас готовитесь, правильно? Нет, мы их уже отсняли. Мы их уже отсняли. Материал уже весь готовый. Вот-вот уже ждет своего выхода. С января нас ждите с новыми номерами. А также недавно прошли съемки программы «Смех с доставкой на дом». Ух ты, это тоже что-то. Мы снимались очень долго. До пяти часов утра. О-го-го! «Смех с доставкой на дом» называется? Будут новогодние выпуски. А, это какая-то программа, в которой будут ваши отдельные номера? Или это полностью? Именно так, да. Там обязательно будут наши номера «Кабаре-дуэтные парни» и наши сольные номера. Потому что мы не только в дуэте, мы еще и как сольные артистки развиваемся. Вот, вот это же безумно интересно. Вообще, на самом деле, интересно, как вы такие две самодостаточные девушки объединились в такой дуэт. Мы еще и две львицы. Еще и две львицы. Вот реально, конкуренция внутри есть. Знаете, еще обычно говорят, а кто у вас в дуэте главный? Вот есть такой человек? У нас равноправие. У нас, слава богу, победила дружба. Правда, Даша? Ну, если что-то бывает, мы сразу так, 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 спокойно дихо. Правда, Дашуль? И даже такая «мммм, конечно». Нет, 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 мы про это можем попеть и пошутить, но, слава богу, нам не по 18 лет, и мудрость. Вы умеете договариваться, то есть? Да, абсолютно. Присутствуют. Ну, а вначале, ну, были какие-то притирки? Или вы вообще сколько лет знакомы? Давай вспоминать. Год вы знакомы? А, подожди, я думал, сейчас скажут, ох, это лет 20, там еще с пеленок. Нет, нет, мы еще не успели. Мы познакомились как раз на Петросян шоу. Это была осень 2017 года. Так. Мы не планировали вставать в дуэт, так звезды сложились, что написался номер музыкальный, который просто как будто для нас был создан. Что это за номер? Сразу же вот следующий вопрос. А вот это была наша первая музыкальная мозаика, и мы как две певицы очень славненько ее разыграли, и как-то у нас так славненько пошли дела, что вы решили не останавливаться. И потом две творческие энергии, когда соединились, вообще мы даже с Дашей замечаем, что мы когда собираемся, просто кофе попить. А, такое тоже происходит, да? Вне работы. Обязательно что-то происходит, начинаются какие-то звонки, какие-то предложения, и мы понимаем, что нам нельзя расставаться. Один секунду. Сразу какие-то предложения, и жизнь кипит, и какие-то новые идеи, мысли, и сразу все. Подожди, ну вот вы встречаетесь, окей, да, в обычной жизни, помимо работы, конечно же, у каждого из вас, есть личная жизнь. А вот в творческом плане вы это все сами придумываете. Или есть какие-то, там, не знаю, редакторы, поэты, песенки, которые за вас оставляют сценарий, так сказать, пишут все под вас, а вы являетесь только исполнителями. Это была бы мечта. Да? А, что я верю? То есть все не так, все, я поняла, так рассказать, все было готово. Как приходит муза тогда? Вообще реально, где бы такой на нас был автор, который бы сказал, девчонки, мы там вообще просто, я всю жизнь мечтала, прям, и когда веб нам писать, вот так прям. Так что, автор, если ты нас слышишь, пожалуйста, иди. Найди на судьбу в соцсети. И пиши, ну а вот сколько примерно вот времени занимает так, чтобы создать один такой музыкальный номер самодостаточный? Подождите, он же должен быть еще и с юмором. Конечно. Вот это отдельная тема. Конечно. Сначала придумывается концепция, что мы хотим, потом шутки, 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 то есть насытить этот номер юмором. Потом обычно, у нас же музыкальный юмор. Да, это не просто выйти, подожди, со стендапом, понимаешь? Это не просто спеть песню, а здесь надо как-то все так замиксовать умело, чтобы было, да, и над чем посмеяться, и чтобы было, ну как восхититься вашими вокальными данными, потому что я видела, как работает Оксана. Это бомба, просто фурор, там трескаются люстры, стекла, все на свете. Вот, и как найти вот это вот идеальное соединение? Потом мы работаем на студии, мы поем-поем, потом мы встречаемся с хореографом, чтобы не стоять неподвижно на сцене. А потом начинается поиск костюмов. Да, это самое сложное. Поиск костюмов. Ну для девушки я знаю, что костюм это одно из самых важного, потому что важно, как ты выглядишь на сцене, от этого повышается твоя самооценка, правильно? Конечно. У вас есть какой-то определенный стилист, или же вы образы подбираете сами? Вот мы друг другу стилисты. А, да, понятно. Ну как ты сегодня выглядишь? Ой, ты замечательно выглядишь. А я, ой, ты вот так вот. Нет, на самом деле костюмы тоже большие. Для артиста эстрады очень важно выглядеть достойно, и чтобы костюм не мешал номеру, чтобы это все было в синтезе. И вот когда вот это у нас все складывается, тогда мы начинаем этот номер проверять. Подожди, на ком? Проверочные концерты. А, на проверочные концерты. Подожди, я думала, что вы начинаете проверять на каких-то своих там домашних, близких, родных. Нет, друзья? Это само собой. Ну да, да, но нам важна такая вот публика. В общем, короче говоря, когда мы этот номер проверяем раза три, и понимаем, что это то да, это огонь. Типа, а что является для вас важным критерием? Чтобы люди смеялись? Да, да. То есть, если они смеются, значит, это круто. Если не смеются... Значит, убираем. Убираем номер или что-то меняем. Аплодисменты внутри номера, аплодисменты после номера. И вообще, успешно ли идет вот этот материал, который мы предлагаем, и далее тогда уже идет дело к телевидению ближе. Угу. Ну и все, и дальше все. Это уже завершающий этап, и дальше гастроли, и дальше города. Да, вот что касается гастролей, кстати, вот, ну, не так давно существует ваш дуэт, именно с 17-го года. Много ли уже наших городов российских вы посетили именно в дуэте? Много, нам так повезло вообще. Нас пригласили принять участие в проекте «50 оттенков смешного». В этом проекте принимают участие артисты «Кривое зеркало шоу». Всем известный Александр Морозов. Мы ждем его, кстати, в гости. Передайте ему большой привет, потому что уже который месяц Александру Морозову мы ждем здесь на этом стуле. Вот, так. Михаил Белов, также актер «Кривое зеркало». Тоже огромный привет. Я так понимаю, что все знакомые фамилии, понимаете? Да. Все те же на мобеде. Виктор Разумовский. И Виктор Разумовский. Вот. И мужчины. Пригласили нас разбавить их в мужскую компанию. Украсить. Украсить. Да, да, да. Две жемчужины, два бриллианта, самородка. И все. И с весны 18-го? С весны 18-го года мы были на гастролях по России, Белоруссии, Эстонии. Сибирь объездили. Сибирь объездили. Сибирь объездили, Краснодарский край. И тьфу-тьфу, чтобы наш проект дальше жил и развивался. 9 декабря мы будем в Твери. 12 декабря мы будем в Светлогорске. Под конец года Саратовская область. Ну, в общем, мы не сидим на месте. В общем, запоминайте, друзья, очень плотный гастрольный грань. Да, 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 у наших сегодняшних героинь. Сейчас мы ненадолго прервемся, а потом вновь выйдем, чтобы поразить вас еще больше уже какими-нибудь номерами. Правильно? С удовольствием. Все, оставайтесь с нами. Всем привет, еще разок. Мы здесь, на вечерний фернатель радиоканале Страна.ФМ. Маш новая, ну и две очаровательные гости, участницы многих юмористических проектов и Петросян-шоу. 50 оттенков смешного. Итак, прошу любить и жаловать Оксана Невежина и Дарья Руднева. И мы уже готовы перейти к творческой составляющей нашего вечера. Итак, девушки нам сейчас расскажут, чем же они занимаются на сцене. Непосредственно к номерам, да? К вокальным и музыкальным. Ну что ж, мы занимаемся музыкальным юмором. Дарим настроение под песенку, то оно все всегда веселее, бодрее. Вот, примерчик сейчас вам споем с удовольствием. Что-нибудь бодрого начнем, да? С веселого. Давайте, да. Все, поехали, я готова. Женский юмор. Я скажу вам, не стоя, чтоб любили вас мужья. Нужно знать одну науку, это астрология. Кто бы что ни говорил, я стараюсь, что есть сил, Чтоб мужик по гороскопу идеально подходил. Ты весы, а я стрелец. Я отца, а он селец. Не подходит мне по знаку дева, рыбы и близнец. Почему судьба так зла? Ты родился в кот-козла. Три козла у меня было, а хотела я орла. Вон, гляди, сидит мужик, то ли овен, то ли бык. Не козел, и то спасибо, в общем, шанс его велик. Крысы, змеи и быки, рыбы, раки, петухи. У меня в какую-нибудь живность, где собаки, женихи? Мы с подругою вдвоем, то тимца, то рака ждем. Нам давно уже за тридцать. Мы все мужа не найдем. Браво! А вот это что вас подвигло на написание этой композиции? Что-то неполадки в личной жизни или наоборот? Все же девушки обязательно прислушиваются к гороскопам. И мы решили на эту тему пошутить. А как нет? По-моему, здорово. А вы сами, кстати, верите в гороскопы? Мне кажется, что это кто-то сочиняет как-то так от балды, знаете? Когда что-нибудь хорошее напишут, тогда верим. А, вот тогда приятно, правильно? Ну, я думаю, что звезды сегодня сошлись таким образом, что мы исполним не одну сразу же композицию, а блоком, да? Что-то еще у нас есть такое ударное. Все, поехали. Ну, поехали. Готовимся, готовимся, да? Ну, подумаешь, лет пять, каждый день я его пилю. То грибочки предложит съесть, то мне в тапочки клей нальет. Я придумала тоже месть, посолила ему компот. Как мужчина он просто ноль в их постели, ну, полный штиль. Нет, неправда! Мой муж огонь! Ага, да видала я тот фитиль. Класс! Я сейчас закатываю, друзья, действительно, связь. Просто вы с вами не выводили, чтобы не портить песню. Слушайте, ну, это бомба! Ну, и вот после этого, вы говорите же, вы сами это все придумываете? Это же все берется из жизни, правильно? Конечно. Мораль такая, живите отдельно. Не надо. Подожди, подожди, так это же отличная, понимаешь, композиция. Ну, не назову это пародиями все-таки, да, это самодостаточное произведение. Ну, а вообще, Филиппу Киркорову показывали свою композицию? Какая-то оценка от звезд есть вообще? Честно говоря, пока не слышали, но с удовольствием послушайте. Я думаю, что ему понравится. Представляете, будет трио Филипп Дросович и Дарья и Оксана втроем. Может быть, ему больше понравится ваш вариант, понимаете, его песни. А что, кстати, мы очень даже готовы сотрудничать. Слушайте, ну, это бомба. Ну, вот люди, как реагируют на это? Зал просто влежку или так одобрительно кивают? Женщины, наверное, мой-то там огонек, да? Нет, после этой песни всегда смех стопроцентный. А есть какие-то стопроцентные темы? Ой, ну вот, знаете, то, что близко к людям. Семейные, все-таки. Что-то из личной жизни. То, что встречают они там каждый день на кухне, в спальне, в гостиной, да, мужа и так далее. Да, разговоры подружек. То, что-то такое близкое, понимаете? Потому что, например, если... Вот просто расскажу, что мы несем. Добрый, здоровый юмор. Не злой. Это правильно, друзья. Все оздоравливающий юмор сегодня у нас на стране FM. Прямо сейчас реклама, а скоро мы вернемся к вам. Продолжаем. А мне вот интересно, девчонки, мужской юмор от женского юмора чем-то отличается? Вот вы как прекрасные представительницы именно вот второго женского юмора. Не знаю, темами, шутками, не знаю, там ниже пояса не шутим. Нет, ниже пояса не шутим. И выше пояса тоже. Про политику не шутим. Про политику не шутим, про религию не шутим. То есть есть какие-то темы, на которые наложены табу, что лучше все-таки этого со сцены не обсуждать. А о чем тогда шутим? Не знаю, там... О мужчинах. О мужчинах, пожалуйста, не знаю. Про кулинарию, например, можно пошутить? Правильно? Конечно. Я вот просто заметила, у вас называется композиция «Варенье». Это как-то связано вот с тем вареньем? Или это с другим вареньем? Это про другое. А, это про другое. Такие приличные все, интеллигентные. Ну, сейчас вы послушайте. Давайте про какое варенье. Про какое варенье. Все, я замолкаю, теперь только вы. Варенье. Можно, если да. Спасибо. Если вы сварили баночку варенья, то не торопитесь есть ее сейчас. Баночку откройте и в тепло поставьте, и через полгодика настанет ее час. За бродившее варенье вы глотнете пару раз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вот оно, что значит. Разобрать южную варенье. Особенно, знаете, еще когда на банку натягивают вот эту вот руку, как резиновая, и она так встает, как петух. Слушайте, ну интересно. Это что-то из личного опыта, правильно я понимаю? Это про хорошее настроение. Про хорошее настроение. А вот, кстати, Новый год скоро. Вот какие песни, как думаете, будут пользоваться особой популярностью и спросом? Я думаю, что вот варенье будет у нас только топ рейтинга вашего. Конечно. Да вообще все старые добрые песни, а в советское время было такое количество хитов написано, красивейших, что нам их еще петь не перепеть с Дарьей. У нас богатый фронт рампус. Все, раз петь не перепеть, давайте тогда сразу же следующая музыкальная фишечка. Что это будет? Что-то мы сейчас узнаем. А из нашего списка, смотри, было варенье, сейчас подруга крокодил, я извиняюсь, конечно. Или какая боль, выбирайте. А ты вообще по порядку все подряд. Подруга крокодил. Не про меня, надеюсь. Ее не надо просить ни о чем, с ней не страшна беда. Подруга подставит всегда плечо и будет со мной всегда. Но парни клюют сильнее на меня, ведь кто-то закон открыл. Из двух подружек всегда одна на лицо крокодил. Наши гости Оксана Невежна, Дарья Руднева. Так вот, я хочу заметить, что вы в потрясающей физической форме. Такие все подтянуты. Но я думаю, что артисту это действительно очень важно на сцене, да, чтобы быть идеалом для обычных простых людей. Вот как вы следите? Не знаю, у вас есть ли правильное питание? Там, не знаю, питаетесь ли вы пять раз в день? Или вообще никакого мучного? Там, придерживаетесь какой-то диеты? Ой, у меня вообще это слабая тема. Просто слабое место, потому что я всю жизнь худею на всех вообще возможных диетах и до сих пор еще... Не езжай просто. Серьезно? Подожди, а от чего ты отказываешься, Оксана? Что ты не ешь? Я, смотрите, я вообще не ем сахар. Вообще? Я вообще не ем молочные продукты. Молоко? Да, молоко. Вот, у меня дома нет ни муки. У меня бедный ребенок говорит, мама, когда же мы... Будут булочки и плечики. Плечики, да. Хочешь есть, попей воды. То есть это твой принцип, да? Да, но, судя... Если вы меня вот видите сейчас... Это видно, да. Я еще далека от своего идеала. Но я стремлюсь, стремлюсь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но это неиссякаемая тема для юмора. Да, кстати. Вот. Но я думаю, что для тебя неиссякаемая тема. Для Даши, наверное, иссякаемая. Ты когда-нибудь сидела вообще в жизни на диете? Потому что по тебе не видно. Ты всегда, мне кажется, в такой форме. Тебе повезло просто. У меня как-то все быстро уходит и быстро приходит. Поэтому я стараюсь есть понемножку, но часто. Как курочка, как цыпленок. Да, чуть-чуть покушала, но мне хватит на сегодня. Молодец. Но я знаю, что как раз-таки вот эта бездонная тема и стала музой для вашего следующего музыкального творения. Да, с удовольствием сейчас исполним вам еще один наш хит. Класс. Как называется? Выйду ночью в кухню с котом, Накормлю кота, а потом В глубине души вдруг проснется зверь, Приоткрою холодильника дверь. В холодильнике благодать Буду оливье уплетать Колбасу и сыр В борщ и винегре Аппетитона ли есть, а либо нет Встану я с утра на весы Ценяв одежду все и часы Девяносто два Душу гложет злость Что поделать, если крупная кость? А ведь действительно, что с этим поделаешь? Ничего, такой родился. Слушайте, ну браво, браво. И так все, понимаете, так все лаконично. То есть вот в этой маленькой форме Казалось бы, ну сколько длится Вот эта музыкальная песенка? Минутка, да? Карапулечка. И надо же вложить максимум смысла. И надо же еще и пошутить по этому поводу. Но это действительно очень круто. Я не знаю, как вы с этим справляетесь. В общем, у меня для вас есть одно маленькое задание. Сейчас проверим. Сами ли вы пишете себе песни, Как говорите об этом? Так, давайте. В общем, раз мы затронули тему еды И вообще, в принципе, тему диеты Как у вас с рифами? Расскажите. К любому слову можете рифму придумать? Ну, практически. Думаем иногда, бывает долго. Будем стараться. Но я думаю, что с лету, да? Когда у вас еще будет такой тренер? Вот прямо сейчас и будет. Смотрите. Здесь у меня, значит, карточки, На которых написаны какие-нибудь слова, Связанные с едой. Вот, вы должны будете за 30 секунд. У каждой будет ровно 30 секунд. Берем карточку, смотрим. И к ней придумываем моментально Какое-нибудь слово в рифму. Попробуем? Давайте. С кого начнем? С кого? Все равно. С Оксаной или с Дарьей? Давайте с меня. О, Оксана. Она у нас с удовольствием. Все, да-да-да, все приняла на грудь. Так, держи, не подглядывай, не подсматривай. Итак, 3, 2, 1, время началось, поехали. Я огурец, счастливый молодец. Молодец, супер. Поехали. Я батон, как слон. Вы Димон, давай дальше. Давай мне, окей. Я холодильник, выбрось свой мобильник. Браво, браво. Берете меня в тревоге. Так, я самовар, вот такой вот кочегар. Так, время вышло, стоп, теперь в обратную сторону запускаем круг. То есть не отвечать, да? Нет, теперь подожди. Да, не отвечай, все время вышло, карточки оказались у тебя, поэтому тебе минус балл, извини, дорогая. Итак, передаем Оксане, да, и начинаем в обратную сторону. Ну, давай, давай. Готово? Поехали. Так, я сарделька, тонкая бретелька. О, это же такое ощущение, что готовилась, но на самом деле это полная импровизация, друзья. Итак, я перец, помогите, я перец сладкий. Кто? Немец. Немец? Класс, я перец сладкий немец. Все, я уже надо быстрее. Я бублик. Круглый суслик, круглый суслик. Скорый, скорый, скорый. Я черешня. Стоп! Минус балл Оксаночки, ну извини, дорогая. Ладно, поднями обидно. А черешню ты не придумала мне, давай, с меня начнем сейчас. Итак, три-два раз, поехали. Что там, я черешня? Я черешня, сладкая была уже, красная, у меня какие-то слова несуществующие лезут в голову. Лележня. Лележня? Не, ну реально, есть что-нибудь связано с черешней? Я черешня, мимешня. Ну ладно, все, красная мимешня. Давай, ты следующая, поехали. Я вода, красивая, всегда. Всегда, всегда, всегда. Класс, открылась, ты не обрем. Вот это про меня. Я торт, торт мне в рот. Браво, я торт, торт мне в рот. Слушайте, все, верю абсолютно, просто бомба. Смотрите, да, казалось бы, а ведь такие тренинги нужно постоянно проводить. Мы с собой возьмем эти. Вы, кстати, как-то, как-то разминаетесь перед тем, как садитесь за написание нового своего произведения. А вот не отвечайте на этот вопрос. Да, подумайте пока, а мы скоро вернемся и узнаем, что делают для этого девчонки. Дорогие друзья, кабаре-дуэт не парни у нас сегодня в гостях. И прямо сейчас, Оксана, давай, я хочу обратиться к тебе. Афиша, где вас можно увидеть, где вас можно услышать в самое ближайшее время? Да, с удовольствием, дорогие друзья. Если вы увидите в вашем городе афишу, на которой написано «50 оттенков смешного», даже не задумываясь, бегите, покупайте билеты в кассу. Скорее. Потому что это самый лучший юмористический, вообще, если так можно сказать, концерт, который сейчас существует в России. Ну и название такое остренькое «50 оттенков серого». Ой, смешного, извините, смешного сегодня в своем, да, вспомнила. Так. Там представлены абсолютно все юмористические жанры. От пародии, до миниатюры, клоунада, да, правильно Даша говорит. Итак, 9 декабря мы радуем жителей Твери, 12-е жители Светлогорска. Далее мы едем, сейчас, 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 26-е Саратов, далее Саратовская область, 27-е, 28-е Саратовская область. И так далее, уже есть расписание на январе, на феврале, дальше, следите за афишами в вашем городе. Да, в интернете все есть. Где найти? В интернете знаете понятие растяженное. В Инстаграме подписывайтесь на Кривое зеркало шоу, на Кабаредовни парни, вся информация есть. Мы вообще всегда открыто, ищите нас во всех соцсетях, да, подписывайтесь, будем общаться, дружить. Так, это что касается «50 оттенков смешного», вас там гастролирует, путешествует большая, да, когорта творческих, талантливых людей. Вас пятеро, вы все время вместе шутите, юморите, разрываете нашу страну просто на части. Так, что касается «Петросян-шоу», то когда можно будет уже увидеть наш эфир? С января, следите, «Россия-1», это наша кнопка любимая, следите. Так, и вы там постоянно творите, так же, да, юморите, радуете всех жителей. Во всех выпусках «Петросян-шоу» обязательно, если не парни, всегда, да, мы, в общем, стараемся. И вместе по отдельности, и в перемешку, и по-равному. Круто, ну и плюс, конечно же, новогодние, наверняка, мероприятия, корпоративы тоже не обойдутся без вашего участия. Поэтому только лишь из вороты смогут, да, посмотреть на ваши эксклюзивные выступления. Ну а сегодня у нас, что называется, бесплатные билеты в первом ряду, друзья, поэтому ни за что не надо платить. Да, самые лучшие номера, сливки, так сказать, прямо сейчас будут у нас. Новогодняя программа, насколько мне известно, правильно, Даша? Да. Да, да, все, поехали. 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 Танцуем все. А две подружки под Новый год смешали ликер, самогон и компот. А кто они и как их зовут, вы догадайтесь сами. Потом добавили сверху ром, забили это сухим вином. Что-либо видеть пришлось потом, не передать словами. Синие лебеди целую ночь в доме летали, выгнали их прочь. Синие лебеди громко ругались, искали заначку. Нам удалось их к утру разогнать, но обещали вернуться опять. Синие лебеди, вечные спутники белой горячки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О женской доле спели вам, хотим сказать всем мужикам, что мы готовы всё праздить, если нас любить. Мужчины, родные мужчины Нас цените, берегите и любите Не парни, мы каваре дуэт, не парни Я Оксана, моя наряд, до свиданья Я Оксана, моя наряд, до свиданья До свиданья, друзья, с наступающего года Москва, ребят, не парни Друзья, ну нет, 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 никакого до свиданья еще не хочу Я рада попрощалась Я не хочу вас из этой студии выводить Буквально, у нас есть подзанаве, знаете, у нас есть такие традиционные рубрики Есть традиционный вопрос и блиц-опрос Поэтому вот прямо сейчас давайте такое небольшое напутствие для всех наших зрителей и слушателей телерадиоканала «Страна ФМ» Вы такие веселые, вы такие живые, вы такие горячие, такие яркие и смешные Как, есть у вас какой-нибудь секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Вот как вы это делаете? Я не знаю, у меня врожденные Просто не относитесь ко всему слишком строго, серьезно Улыбайтесь, радуйтесь жизни, она одна Живите, и все у вас будет хорошо, здоровья Оксана, ну ты как-то прямо это, коротко ответил У меня врожденные, но наверняка, ну подожди, наверняка в жизни случаются какие-то, знаешь, такие негативные ситуации Слушай, случаются Да, но почему-то позитивное все равно мышление Ну, я не знаю, как, друзья, ну не унывайте А как это развить? Вот здесь какой-то секрет, как это развить в себе? Ну вот если я не такой человек Некоторые говорят, вот в зеркало улыбайтесь минут пять И счастье к вам придет И хорошее настроение обязательно прибудет Правильно, и пересматривайте ваши концерты в интернете Обязательно Если не можете прийти на живое выступление Окей, тогда, друзья, блиц-опрос Это значит, я вам задаю вопросы, вы быстро, не думая, на них отвечаете прям хором Договорились? Все, поехали Для меня самое главное в жизни это Любовь Я хотела бы здоровье сказать Говори, говори, что ты Идти по жизни с юмором это Это весело Хорошо Если бы сейчас был 2018 год, что бы вы делали? 2018-й, что? Пела бы Пела бы тоже Хорошо, а если вот в будущем 3018-й? О, пела бы, пела бы, пела бы, пела бы На орбите где-нибудь бы пела Хорошо, если бы не юмор, что бы я сегодня делала? Да полы помыла бы Хорошо, что вы сегодня с нами Шоу-дуэт, кабаре-дуэт, не парни Живите с улыбкой Спасибо вам за эфир Крусь! Крусь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крусь! Крусь! Продолжение следует...